История Бреста сложна, уникальна и неповторима. В неё, словно в удивительный орнамент, вплетены именно сильных личностей. Такими были брестские евреи, которые на протяжении многих поколений сформировали мощный историко-культурный пласт, оставили яркий след в медицине, культуре, политике и других сферах жизни общества. Именно им посвящена выставка, открывшаяся к трагическому юбилею 80-летия уничтожения Брестского гетто. Выставка создана Брестско-еврейской общиной Брестск. Всё, что вы видите на выставке, это всё создавалось годами нашей общины. Это всё на основании архивных документов, это всё на основании личных документов бывших брещан, которым удалось оцелеть, которые когда-то здесь жили, где-то жили их потомки. Вот, например, если вы посмотрите вот сюда, здесь, например, есть сейчас выставки «Дети Охберга». Это деток в 21-м году, после Первой мировой войны, которые остались сиротами. Вывез меценат, такой был Исак Охберг. Он их вывез в Южную Африку, и таким образом они остались живы и не погибли в Холокосте. Акцент выставки сделан на архитектурных зданиях, которые являются хранителями памяти о своих прежних владельцах. Так, всем известная и отлично сохранившаяся аптека на Советской была основана ещё в 1925 году с супругами Гринбергами, позже расстрелянными фашистами. Фрагменты экспозиции посвящены истории еврейского кладбища, бывшей синагоге, а ныне кинотеатру «Беларусь». Также на выставке представлено много архивных фотографий и документов, немых свидетелей трагедии Холокоста. Трогательно вписались в экспозицию детские рисунки, которым порядка 20 лет. Наша история очень близка, наша история общая, да. И одной из самых, конечно, трагических страниц нашей истории является история Холокоста. Брестское гетто было создано буквально сразу после оккупации фашистами в Беларуси, и уже к октябрю 1942 года так называемый еврейский вопрос был полностью решён. Все евреи Бреста были уничтожены, это порядка 20 тысяч человек. Надо сказать, что смерть даже одного человека – это большая трагедия для семьи, а смерть 20 тысяч человек – это трагедия всего нашего народа. Для меня это имеет личное значение, потому что часть моей семьи происходит из Бреста. Часть родственников моего деда погибли в грецком гетто, поэтому я здесь нахожусь не только как официальный представитель Израиля в Беларуси, но и как потомок семьи, часть которой была здесь уничтожена. Брест – единственный европейский город, где фашисты полностью уничтожили еврейскую общину. В память об этом родственники, потомки, погибших и просто неравнодушные люди собрались у памятника жертвам Брестского гетто. Трагедия других населённых пунктов – это одна из самых трагических страниц в истории нашего города. Мы чтим героев защитников, мы чтим героев освободителей, но в этой ситуации погибли абсолютно мирные люди. Погибли по религиозному, по расовому человекоденавистическому принципу. И вспоминая эту дату, делая всевозможные шаги по увековечиванию этой трагедии, помимо нравственной составляющей, а это абсолютно естественно с позиции государства белорусского, у которого, повторюсь, гимн начинается с «Славием мы белорусы и мирные люди», мы преследуем ещё задачу, чтобы не допустить возрождения вот этих ужасных теорий, которые привели к гибели такого количества людей. 80 лет назад в Брестском гетто были уничтожены 34 тысячи человеческих жизней. Их кровь была пролита на нашей земле. Но мы не имеем права забыть об этом – о зверствах фашизма и о чудовищности Холокоста, о геноциде еврейского и белорусского народа. И пока жива память об этом, мы в силах не допустить повторения страшной трагедии.